Глава 2. Не ведите счет добрым делам. Ни об одном человеке нельзя сказать, что он сам себя сделал. На наше становление оказывает влияние тысячи других людей. Каждый, кто сделал для нас доброе дело или высказал слово одобрения, внес в свою лепту формирование нашего характера и мыслей и способствовал нашему успеху. Джордж Бертон Адамс Когда я беседую со студентами или школьниками, они постоянно задают мне вопрос, в чем секрет успеха? Каковы неписанные правила, ведущие к нему? Конечно же, им хочется получить готовый ответ на блюдечке с голубой каемочкой. Ну что ж, почему бы и нет? Я в их возрасте был точно таким же. Значит, вы хотите, чтобы я откровенно вам все выложил? Отвечаю я. Справедливое желание. Ключ к успеху я могу выразить всего одним словом – щедрость. Затем я делаю паузу и наблюдаю за лицами молодых людей, на которых написан вопрос. Половина собравшихся считает, что я шучу. Вторая половина думает, что вместо того, чтобы слушать мою лекцию, лучше было бы пойти выпить пивка. И тогда я объясняю, что когда я сам был молодым, мой отец, металлург из Пенсильвании, хотел, чтобы я имел в жизни нечто большее, чем он. Он высказал свою мечту человеку, с которым до этого момента не был знаком. Им оказался директор его завода – Алекс Маккинина. Тому понравилась такая смелость, и он помог мне поступить в лучшую частную школу в стране, где он состоял членом попечительского совета. Позже, когда я был первокурсником Ельского университета, Элси Хиллман, председатель Республиканской партии Пенсильвании, прочитав в Нью-Йорк Таймс о моей неудачной попытке баллотироваться в городской совет, ссудила меня деньгами и посоветовала поступить в школу бизнеса. Когда мне было столько же лет, сколько и вам, говорю я студентам, мне представилась возможность получить самое лучшее образование, и этим я обязан щедрости других людей. Однако, здесь-то и начинается самое сложное. Вы должны быть готовы принять этот щедрый дар, а зачастую вам приходится даже просить о нем. В этот момент на лицах слушателей отражается понимание. Почти каждому из них приходилось в своей жизни кого-то о чем-то просить, будь то собеседование перед приемом на работу или просто бесплатный совет. И большинству людей это дается трудно, до тех пор, пока у вас не созряет готовность о чем-то попросить и дать что-то взамен. Вы не добьетесь и половины желаемого. Именно так я и представляю себе процесс установления полезных связей. Он состоит из просьбы о помощи и предложения ответной услуги. Она может выражаться в том, что вы кого-то с кем-то познакомите, безвозмездно пожертвуетесь своим временем и опытом. От таких услуг пирог для всех становится только больше. Например, я люблю давать консультации по вопросам саморазвития. Это мое хобби. Я давал советы сотне молодых людей, и мне доставляет колоссальное удовольствие, когда я впоследствии слышу об их успехах. Я чувствую, что могу оказать большое влияние на судьбу того или иного молодого человека. Я могу помочь ему достучаться в нужную дверь или всего одним телефонным звонком устроить для него стажировку. Однако, очень часто мою помощь отвергают. Например, я люблю давать консультации по вопросам саморазвития. Это мое хобби. Я давал советы сотня молодых людей, и мне доставляет колоссальное удовольствие, когда я впоследствии слышу об их успехах. Я чувствую, что могу оказать большое влияние на судьбу того или иного молодого человека. Я могу помочь ему достучаться в нужную дверь или всего одним телефонным звонком устроить для него стажировку. Однако, очень часто мою помощь отвергают. Мне порой говорят, извините, но я не могу принять вашу услугу, потому что не уверен, что смогу отплатить за нее. Или я не хочу быть обязанным кому-то, поэтому вынужден отказаться от вашего предложения. Иногда люди сразу же начинают настаивать, что когда-нибудь обязательно расплатятся со мной за добро. На мой взгляд, ничто не может быть дальше от понимания подлинной сути дела. И проблема здесь не только в особенностях воспитания подрастающего поколения. Подобную реакцию я наблюдал у людей любого возраста и положения. Система взаимных связей действует как раз потому, что все ее участники ощущают нужду друг в друге. При этом все подразумевают, что время и энергия, потраченные на установление связей с нужными людьми, рано или поздно принесут плоды. Большинство очень богатых и преуспевающих людей, которым стремятся подражать многие из моих учеников, хорошо понимают это, так как в свое время сами использовали сеть знакомых и друзей, чтобы достичь своего нынешнего состояния. Но для того, чтобы система начала работать, надо прежде всего прекратить вести взаимные подсчеты добрых дел. Нельзя построить сеть взаимовыгодных отношений, приберегая своих знакомых только для себя. Чем большему количеству людей вы поможете, тем больше поддержки получите взамен. Это похоже на интернет. Чем больше людей получают к нему доступ и пользуются им, тем богаче и ценнее становится эта сеть. У меня сейчас под рукой целая армия моих бывших учеников, добившихся успехов во всех мыслимых сферах. И они помогают мне протежировать молодых людей, приходящих ко мне сегодня. Это вовсе не наивная чушь. Этот образ мыслей всерьез воспринимают самые твердолобые люди из сферы бизнеса. Мы живем в мире, где все взаимосвязано. Фирмы постоянно заняты поисками стратегических альянсов. Индивидуалы, занятые поисками работы на рынке труда, все больше начинают понимать, что добиться своего они могут только с помощью других людей. Сценарии, в которых должна выиграть только одна сторона, чаще чем когда бы то ни было, оборачиваются проигрышем для обеих сторон. Насущной необходимостью в мире бизнеса стала взаимная выгода. Рынок с его плотным переплетением интересов приходит к пониманию, что кооперация важнее конкуренции. Правила игры изменились. В 1956 году Уильям Уайт вывел в своем бестселлере человек-организации The Organization Man, типичный образ американского рабочего, который предлагал корпорации свою лояльность в обмен на надежность рабочего места. Это было общепризнанное и узаконенное рабство, оставлявшее человеку очень мало свободы и возможностей. Сегодня работодатели обещают работникам очень мало, а работники в свою очередь не обещают вообще ничего. Наша карьера теперь не ограничивается рамками одного предприятия. И предприниматели, и наемные работники свободны в своем выборе. Каждый работник представляет собой уникальный товар, который он выставляет на открытую продажу. Многие пытаются приспособиться к этим новым условиям, по-прежнему пребывая в убеждении, что человек человеку волк. И победу в конечном счете одержит самый подлый и беспринципный. Но ничто не может быть дальше от истины. Если раньше сотрудники пользовались щедростью и заботой компании, на которой они работали, то сегодня такую щедрость и заботу следует искать в нашем собственном окружении. Здесь все строится не на слепой лояльности, которую мы раньше проявляли по отношению к корпорациям, а на личной заботе о коллегах, друзьях и клиентах. Сегодня мы нужны друг другу больше, чем когда-либо. Как ни прискорбно, многие по-прежнему ведут себя так, словно на дворе 1950-й год. Мы склонны романтизировать свою независимость. Во многих книгах, посвященных вопросам бизнеса, независимость все еще рассматривается как достоинство, а тесная коммуникация, работа в команде и сотрудничество – как второстепенные факторы. Взаимозависимость представляется таким автором, как всего лишь одна из форм зависимости. На мой взгляд, такой подход способен загубить любую карьеру. Автономия – это спасательный жилет, сделанный из песка. Независимые люди, не научившиеся мыслить и действовать в обстановке взаимозависимости, могут быть хорошими работниками, но они никогда не станут лидерами и командными игроками, и карьера очень скоро придет к упадку. Позвольте привести вам один пример. Когда я работал в компании Delight, мне поручили проект, касавшийся одной из самых крупных организаций здравоохранения в стране – Кейзер Перманент. И мне пришлось постоянно курсировать между ее штаб-квартирами в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе и своим домом в Чикаго, куда я прибирался только в выходные дни. К тому времени я уже понял, что работа в консалтинговой фирме – это только трамплин для перехода в какую-нибудь другую сферу деятельности. Поскольку я часто был в Лос-Анджелесе, у меня возникла мысль попытать счастье в области индустрии и развлечений. Каких-то конкретных планов не было, я просто знал, что эта область деятельности представляет для меня определенный интерес. Когда придет время сменить работу, я мог бы появиться в Голливуде, уже зная все входы и выходы. Мой лучший друг со времен учебы Рэй Галло работал адвокатом в Лос-Анджелесе. Я позвонил ему, чтобы получить совет. Привет, Рэй. Ты знаешь кого-нибудь из индустрии и развлечений, с кем можно было бы посоветоваться насчет работы? Может быть, найдется кто-то, кого бы я мог пригласить на обед? Есть один парень. Его зовут Дэвид. Я познакомился с ним через общих друзей, которые тоже учились в Гарварде. Позвони ему. Дэвид работал антрепренером средней руки, и у него были кое-какие связи в Голливуде. В частности, у него сложились тесные отношения с руководительницей одной из студий, с которой он вместе учился в школе. И я надеялся, что мне удастся познакомиться с обоими. Мы встретились с Дэвидом за чашкой кофе в одном из кафе под открытым небом в Санта-Монике. Он был одет весьма щеголевато. На мне были костюм и галстук, как и подобает консультанту солидной фирмы. После продолжительной беседы ни о чем, я сказал Дэвиду. Я подумываю о переходе в другую сферу деятельности. У тебя есть кто-нибудь из знакомых, кто мог бы дать мне дельный совет? Я был другом его друга, и такой вопрос, как мне казалось, был вполне уместен. Есть одна женщина, ответил он. Она большая шишка в компании Пармаунт. Отлично. Как бы мне с ней познакомиться. Может, пошлешь ей сообщение по электронной почте? Нет, прозвучал сухой ответ. Нет, я недоуменно уставился на него. И он это заметил. Кейт, рассуди сам. Возможно, мне когда-нибудь самому что-то понадобится от нее. Я не заинтересован в том, чтобы пользоваться знакомством с ней ради тебя или кого-то другого. Я хочу приберечь ее для себя. Извини, я думаю, ты меня понимаешь. Однако я его так и не понял. И не понимаю до сих пор. Его слова противоречили всему, во что верил я. Он рассматривал свое знакомство с этой женщиной как пирог, который можно нарезать только на определенное количество кусков. Если кто-то заберет один кусок, то ему самому останется меньше. Я же всегда считал, что взаимоотношения с людьми подобны мышцам. Чем больше их упражняешь, тем сильнее они становятся. Если я трачу свое время на то, чтобы встретиться с кем-то, то при этом стараюсь принести данному человеку какую-то пользу. Однако у Дэвида был свой счет. С его точки зрения, любая услуга другому человеку уменьшала его собственную выгоду. Так как в любых отношениях присутствовала только строго определенная доля доброты, общности интересов и справедливости. Он не понимал, что работая на пользу других, можно увеличить собственную пользу. Боюсь, что он и сейчас этого не понимает. Меня научил этому директор нашей школы Джек Пиджен, когда я сам еще был учеником. Он создал целую организацию, которая строилась на том, чтобы спрашивать не «чем вы можете мне помочь?», а «чем я могу вам помочь?». Один из многих случаев, когда Джек пришел мне на помощь, произошел во время моей учебы на первом курсе колледжа. Меня тогда включили в группу поддержки одной женщины, которая баллотировалась в Конгресс США и вступила в соперничество с Кеннеди-младшим. С точки зрения многих людей, выступать против Кеннеди в Бостоне, зная, что это место в Конгрессе принадлежало в свое время еще самому Джону Кеннеди, было абсолютно бесперспективным делом. Но я в ту пору был еще молодым и наивным, и мне не терпелось вступить в борьбу. К сожалению, мы не успели еще и взяться за оружие, как нас вынудили выбросить белый флаг. Спустя месяц после начала избирательной кампании вдруг кончились деньги. Меня и еще восьмерых парней из нашего колледжа буквально выбросили среди ночи из гостиницы, которую мы использовали в качестве штаба предвыборной кампании, так как за номер нечем было платить. Мы сложили свои пожитки в кузов взятого на прокат автомобиля и, не зная, что делать дальше, направились в Вашингтон. Мы наивно полагали, что нам удастся подключиться к какой-нибудь другой избирательной кампании. Какими же мы тогда были зелеными? Посреди ночи во время одной из остановок по пути в Вашингтон я позвонил Пиджину из телефона автомата. Когда я рассказал, в каком положении мы оказались, он только усмехнулся, а затем принялся за то, что уже делал для бесчисленных поколений своих выпускников. Он открыл свою записную книжку и начал обзванивать всех, кто когда-то у него учился. Одним из тех, кому он дозвонился, был Джим Мор, заместитель министра торговли в администрации Рейгана. К тому времени, как наш караван потерянных душ добрался до столицы, нам уже были подготовлены жилье и работа на время каникул. Я не сомневаюсь, что Пиджин не раз звонил Джиму в подобных ситуациях. Пиджин прекрасно понимал, какая ценность кроется в том, чтобы все бывшие выпускники школы были знакомы друг с другом и поддерживали отношения. Он знал, что это не только окажет влияние на жизнь каждого из нас, но когда-нибудь окажется полезным и для его маленькой частной школы, которая к тому времени уже почти обанкротилась. Так и произошло. Сегодня Джим и я состоим в совете директоров нашей Альма-Матер. Если бы вы видели, что представляла собой школа в то время, когда Джек впервые возглавил ее, то теперь не узнали бы ее. Трассы для катания на горных лыжах, поля для гольфа, центр изящных искусств, учебное оборудование по последнему слову техники. Я уверен, что отношения между людьми и даже целыми организациями должны строиться на доверие. А доверие возникает тогда, когда вы, перефразируя слова бывшего президента Кэнди, спрашиваете людей, не что они могут сделать для вас, а что вы можете сделать для них. Другими словами, в кругах взаимовыгодных связей в качестве валюты используется не жадность, а щедрость. Когда я вспоминаю всех тех людей, которые научили меня искусство общения с людьми, отца, элсы, моих учеников и учителей, студентов колледжей, перед которым я выступаю с лекциями, моих сотрудников, то мне невольно приходят в голову некоторые общие принципы. Первое. Вчера у нас был период новой экономики. Сегодня мы вновь вернулись к старому, и никто не может предсказать, куда нас занесет в очередной раз. В бизнесе, как и в природе, бывают приливы и отливы. Но зато всегда остаются ваши друзья и надежные партнеры. Не исключено, что однажды вы войдете в кабинет своего начальника и услышите. Мне неприятно сообщать вам об этом, но, конечно, ситуация не из приятных. Однако ее будет намного легче пережить, если вы сделаете несколько телефонных звонков и вскоре войдете в совсем другой кабинет, где услышите «Я уже давно вас жду». Поздравляю. В трудные времена опыт может вас не спасти. Не спасут и трудолюбие, и талант. Если вам нужна работа, деньги, хороший совет, помощь, надежда, есть только одно надежное средство – широкий круг ваших друзей и знакомых. Второе. Не стоит спорить из-за того, кто платит за обед. Не надо вести учет к тому, что вы сделали для людей и что они сделали для вас. Кого это интересует? Я думаю, вас не удивит тот факт, что Дэвид из Голливуда так ничего и не добился в жизни. Он так долго копил про запас нужной связи, что в один прекрасный день оглянулся по сторонам и обнаружил, что никого не осталось. Прошло уже 10 лет после того, как я встречался с ним. Больше я о нем не слышал. Не слышали и те, кого я знаю. А ведь индустрия развлечений – это достаточно узкий круг общения. Отсюда можно сделать вывод. Прежде чем что-то получить, надо что-то дать. И не надо при этом вести учет своим добрым делам. Если ваше общение построено на щедрости, то награда не заставит себя долго ждать. Третье. Мир бизнеса очень подвижен и пронизан духом конкуренции. Вчерашний новичок сегодня становится очень влиятельным человеком. Многие из молодых людей, которые когда-то обращались ко мне за помощью, сегодня с удовольствием и благодарностью выполняют мои просьбы. Помните, что в этом мире значительно легче выжить, когда окружающие радуются вашим успехам, а не ждут в тайне вашего провала. Сегодня каждый из нас представляет собой товар, выставляемый на продажу. Канули вечности времена, когда работодателя и работника связывали отношения лояльности и взаимных обязательств. Теперь компании строят свою политику на создании прочных и длительных связей с клиентурой. То же самое должны делать в нынешней обстановке и вы, создавая свою собственную сеть взаимоотношений. Я считаю, что ваши отношения с другими людьми лучше всего выражают вашу подлинную сущность. С этим ничто не может сравниться. Четвертое. Вносите свой вклад в общее дело. Не жалейте времени, денег и опыта на постоянно растущий групп ваших друзей. Пятое. Размышляя о том, что Джек Пиджин сделал для меня и других людей, и какое наследство он оставил после себя, я все больше убеждаюсь, что могу расплатиться со своими учителями, только передавая другим все, чему я от них научился. Еще раз большое спасибо, мистер Пиджин. Субтитры сделал DimaTorzok